Для Людмилы Маркиной купальный сезон еще не завершен. Женщина заходит в воду каждый день. Причем старается это делать и утром и вечером, невзирая на погоду. Такого купального режима Людмила придерживается с самого детства. Я вообще купаюсь на протяжении всего лета, еще даже осенью, даже до ноября. У меня такой образ жизни. Несмотря на то, что уже этой ночью ожидаются заморозки и похолодает на 10 градусов, по заливу до сих пор возят экскурсии. И остаются люди, которые, подобно Людмиле, не хотят просто так расставаться с ощущением лета и продолжают купаться. Как вода? Нормальная! Тепло? Да! Синоптики говорят, что бабье лето уже кончилось и самая пора задуматься о теплых куртках. Ведь в ближайшие несколько дней погода будет прохладной. Потом, правда, тепло вернется, но уже до 20 градусов воздух прогреваться не будет. Прохладная! Кстати, если верить народному календарю, то именно 27 сентября медведи впадают в спячку, а ласточки улетают на юг. А если верить жителям Приморья, то октябрь в нашем крае будет таким же холодным, как и ноябрь. В синоптике страхи жителей Приморья не разделяют и говорят, что октября бояться не стоит. Снега в это время во Владивостоке не предвидится, да и с дождями октябрь не переборщит. Ну, колебания температуры будут. То погреемся чуть-чуть, то замерзнем. Ну, в общем-то, ничего такого нормального мы не шли. А те, кто боится надвигающегося циклона, тоже могут не переживать. Он пройдет ближе к Хабаровску и Владивостока практически не коснется. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.